Эти страшные три буквы кошмарят россиян уже больше 10 лет. Больше всего паникуют, конечно, аграрии. Нас уже забрасывали копеечными окорочками, спредами и химическими напитками. И если сейчас хоть какие-то ограничения действуют, как только мы вступим в ВТО, дешевые импортные продукты заполнят все наши прилавки. Российский производитель не сможет с ними конкурировать. У нас себестоимость товара гораздо выше. Представители научных институтов из 12 российских регионов собрались в нижнем заднем столом, чтобы оценить, что нас все-таки ждет. Сошлись на том, что продовольствие подешевеет. Да, цена этого резкое возрастание конкуренции и выпадение из игры экономической слабых хозяйств. Вот если эта мобилизация не произойдет, вот тогда все страхи правильные. Но это все равно, что мы сдаемся и больше ничего не делаем. С другой стороны, даже без всякого ВТО нам давно надо было многое менять в сельском хозяйстве. Если мы хотим быть независимой продовольственной державой, да еще и продавать свои продукты в другие страны, стоит сначала решить очень серьезные проблемы. Устаревшие технологии, огромный теневой рынок, инфраструктура его не развита, огромные потери на этом рынке идут. Доступ российского сельхозпроизводителя на российский рынок не имеет. Но это вообще нонсенс. И эксперты утверждают, надо научить людей пахать и сеять по-новому, чтобы себестоимость производства была гораздо ниже. В мире давно пользуются новейшими технологиями, и секрета в этом нет. А у нас аграрная наука финансируется по остаточному принципу. Но даже если мы выложим деньги в обучение, кого сажать за парту? На селе сейчас больше стариков, чем молодежи. Вы задали очень больной вопрос. Сегодня ситуация тяжела тем, что отношения нашего молодого поколения к обучению не должны. Совершенно не должны. Вот мы сейчас учим ребят, и чувствуем, что их больше интересует вопрос, как им пристроиться на какую-то работу. Хоть операционистам в Москве в банке. А что говорят те, кто, собственно, выращивает хлеб, картошку, производит молоко и мясо? Мы обращаемся за комментарием к руководителю одного из хозяйств области. Сразу оговорюсь, это достаточно успешное хозяйство. Туда нередко приезжают аграрии из Европы. Когда они к нам приезжают, они с завистью смотрят на то, что мы работаем там, ну вот скажем, вот у нас картошки там 600, там у соседей там 800 гектаров, а у них 40, 30, 20, 50. То есть, разве они с нами справятся? Американцы далеко для того, чтобы картошку сюда возить. Ну, например, о картошке, если вести речь, понимаете? На зерне мы уже в рынке мировом, и нас не остановить, мы только расширяемся. Что-то плохого? Да, ходят слухи, опять же, ходят слухи, что, ну, возможно, что немножко тяжелее будет животноводство. Ну, пока это слухи. А в чем тяжелее? Кто-нибудь сказал? Нет. Мы пока не знаем. Да, повезут нам йогурты, наверное, но на сегодня во многих регионах молока не хватает. То есть, вот здесь больше надо опасаться, наверное, не Запада, а наших местных закупщиков-спекулянтов, которые уже сейчас начинают цены понижать без всяких оснований. Наверное, аграриев может успокоить тот факт, что сейчас в ВТО состоят 97% государств мира. Кроме того, российское правительство намерено все-таки поддерживать своего производителя. Но вкладывать деньги в отсталые колхозы никто не будет. Поэтому вопрос, что делать с полуразрушенными хозяйствами, которых у нас, ой, как много. Ирина Чала, Михаил Городников, Ренат Бигбаев. Объективные итоги недели. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин